отец мы благодарны тебе за все мы благодарны тебе что ты такой долго терпеливый и много милостивый за то что ты послал сына своего единородного чтобы никто не погиб но имел жизнь вечную ты держишь нас в руке своей и никто не похитит нас из нее мы благодарны тебе духа за духа святого который сейчас пребывает на этой земле помогая нам пройти земной путь направляя нас путеводной звездой слава и хвала тебе наш бог во имя иисуса аминь добрый день мои хорошие вы на канале тот кто больше храма притчи неприлично глупцу пышность тем паче рабу господство над князьями благоразумие делает человека медленным на гнев и слава для него быть снисходительным к проступкам гнев царя как рев льва а благоволение его как роса на траву глупый сын сокрушение для отца своего а а сварливая жена сточная труба дом и имение наследство от родителей а разумная жена от господа ленность погружает в сонливость и нерадивая душа будет терпеть голод хранящий заповедь хранит душу свою они родящие путях своих погибнет благотворящий бедному дает взаймы господу и он воздает ему за благодеяние его наказывай сына своего доколе есть надежда и не возмущайся криком его гневливый пусть терпит наказание потому что если пощадить его придется тебе еще больше наказывать его слушай совета и принимай обличение чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым сегодня мы читаем первое послание петра главу 3 также и вы жены повинуйтесь своим мужьям чтобы те из них которые не покоряются слову житием жен своих без слова приобретаемы были когда увидят ваше чистое богобоязненное житие да будет украшением вашим не внешнее плетение волос не золотые уборы или нарядность в одежде но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа что драгоценно пред господом так некогда и святые жены уповавшие на бога украшали себя повинуясь своим мужьям так сара повиновалась аврааму называя его господином вы дети ее если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха также и вы мужья обращайтесь благоразумно жеными как с немощнейшими сосудами оказывая им честь как ценаследницам благодатной жизни дабы не было вам препятствия в молитвах наконец будьте все единомысленны сострадательны братолюбивы милосерды дружелюбны смиренно мудры не не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство напротив благословляйте зная что вы к тому призваны чтобы наследовать благословение ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей уклоняйся от зла и делай добро ищи мира и стремись к нему потому что очи господа обращены к праведным и уши его к молитве их но лицо господне против делающих зло чтобы истребить их земли и кто сделает вам зло если вы будете ревнителями доброго но если и страдаете за правду то вы блаженны а страха их не бойтесь и не смущайтесь господа бога светите в сердцах ваших будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением имейте добрую совесть дабы тем за что злословят вас как злодеев были постыжены порицающие ваше доброе житие во христе ибо если угодно воле божией лучше пострадать забро за добрые дела нежели жить за злые потому что и христос чтобы привести нас к богу однажды пострадал за наши грехи праведник за неправедных быв умершвлен по плоти но ожив по духу которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал некогда непокорным ожидавшему их божию долготерпению во дни ноя во время строения ковчега в котором немногие то есть восемь душ спаслись от воды так и нас ныне подобное сему образу крещение не плотской нечистоты омытия но обещание богу доброй совести спасает воскресением иисуса христа который взойдя на небо пребывает одесную бога и которому покорились ангелы и власти и силы в этой главе апостол петр обращается к женщинам говоря да будет украшением вашим не внешнее плетение волос не золотые уборы или нарядность в одежде но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа так некогда и святые жены уповавшие на бога украшали себя повинуясь своим мужьям огромное благо для женщины иметь верующего мудрого и богобоязненного мужа повинуясь которому она может наследовать царство небесное также апостол петр обращается и к мужьям говоря им как обращаться со своими женами обращайтесь благоразумно с женами как с немощнейшим сосудом оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни дабы не было вам препятствия в молитвах это важнейший из правил чтобы ваши молитвы были отвечены а всем нам через апостола петра бог говорит будьте все единомысленны и сострадательны братолюбивы и милосерды дружелюбны и смиренно мудрый не воздавайте злом за зло или ругательством напротив благословляйте зная что вы к тому призваны чтобы наследовать благословение ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей уклоняйся от зла и и делай добро ищи мира и стремись к нему потому что очи господа обращены к праведным и уши его к молитве но лицо господне против делающих зло чтобы истребить их земли до лицо господне против делающих зло и и страшно впасть в руки бога живого псалом благослови душа моя господа господи боже мой ты дивно велик ты облечен славою и величием ты одеваешься светом как ризу простираешь небеса как шатер устрояешь над водами горние чертоги твои делаешь облака твоею колесницей шествуешь на крыльях ветра ты творишь ангелами твоими духов служителями твоими огонь полысыкающий ты поставил землю на твердых основах не поколеблется она во веки и веки бездною как одеянием открыл ты ее на горах стоят воды от прещения твоего бегут они от глаза грома твоего быстро уходят восходят на горы не сходят в долины на место которое ты назначил для них ты положил предел которого не придут и не возвратятся покрыть землю ты послал источники в долины между горами текут поят всех полевых зверей дикие ослы утоляют жажду свою при них обитают птицы небесные из среды ветвей издают голос ты напаяешь горы с высот твоих плодами дел твоих насыщается земля ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека чтобы произвести из земли пищу и вино которое веселит сердце человека и елей от которого блистает лицо его и хлеб который укрепляет сердце человека дорогой господь мы благодарны тебе за все мы благодарны тебе за мудрость твою которой ты наполняешь нас слово твое светильник для нас и ты начав нас доброе дело да совершишь преобразуя нас в твой образ и твое подобие твоя великая вера прорастает в нас и мы восстанавливаем твое царство на этой земле и твой мир приходит туда где ступают стопы наших ног потому что мы дети твои и ты дал нам власть наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу попирая и уничтожая ее слава и хвала тебе наш бог во имя иисуса аминь будьте благословенны до встречи аминь и и аминь 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 и аминь и аминь 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 и Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»